Здравствуйте! Это программа Репортер. Я Алексей Коноплев. И наша сегодняшняя история не для слабонервных. Недовольный посетитель облил парикмахера бензином и поджег его заживо. В промышленном суде начались спрения по поводу шокирующего инцидента. История произошла летом прошлого года. Поджигатель свою вину отрицает и утверждает, что все произошло абсолютно случайно. Кто окажется прав и как сейчас обстоят дела пострадавшего? Подробности из зала суда. Ползущий за бутылкой человечек на запрещающем знаке теперь войдет в историю этого места. Нетрезвых клиентов, необслуживаемо мило просит администрация парикмахерской эконом. Владелец заведений Мироделых Маджанов даже представить себе не мог, что именно это вывеска знаменует один из самых шокирующих дней в его жизни. 5 июня прошлого года в этой парикмахерской загорелся. Живой человек. 25-летний бахтиер Исмаилов ждет начала заседания в промышленном суде. Через несколько минут начнут цепрения сторон. Лицо пострадавшего говорит само за себя. У меня верх пояса полностью. И пересадка сделалась много. И ног тоже, можно сказать, пострадал. На скамье подсудимых господин Тюрин. Он находится в добром здравии, только стыдливо закрывает лицо папкой, хотя оно у него в полном порядке. Лето 2015-го. Обвиняемый вместе с товарищем заходит в парикмахерскую. Оба навеселе. Мужчины просят подстричься. Владелец тактично отказывает и просит зайти в другой раз. Завязывается конфликт. Тюрина выставляют за дверь. Дальше, по версии следствия, несостоявшийся клиент идет на ближайшую заправку. Набирает канистру бензина. Возвращается в салон и в считанные секунды обливает бахтиеры и поджигает его. Тюрин вину свою не признает. И считает, что он причинил телесные повреждения в результате неосторожного обращения с бензином. Сейчас понимают, что нужно было избрать немножко другой способ. Высказывание своего недовольства и защита своей позиции. После высказывания своего недовольства Тюрин убегает. Горящего бахтиера начинает тушить владелец салона. В это время огонь перекидывается на всю парикмахерскую. Это происходит на глазах у десятков людей по соседству. В этом же помещении находится продуктовый магазин. С огнем справляются еще до приезда пожарных. В этот момент бахтиера отправляют на скорой. Владелец парикмахерской утверждает, к счастью, в салоне в этот момент не было клиентов. Здесь, если был бы кто-то, то заживо-мертвый пошел бы кто-то. Операции и долгая реабилитация. Сейчас 25-летний молодой человек находится полностью на содержании родственников. Он все время дома и в одиночку может гулять только неподалеку. Возможно, зрение восстановится, но не полностью. Ну, пока все нормально, но работать не могу. У меня глаз, правый глаз не видит сейчас. Врачи сказали, как заживают, но пока не заживают. Сторона потерпевших требует стюрина около 3 миллионов рублей. Сюда входят расходы на лечение и пластические операции для парикмахера. Владелец салона хочет, чтобы ему возместили расходы на ремонт. Гособвинение предложило сократить сумму до миллиона рублей и затребовало для подсудимого 10 лет лишения свободы с ограничением ее на один год. В апреле по делу будет вынесено окончательное решение. Ну что ж, окончательную точку в этой истории поставит суд. Это все на сегодня. Берегите себя и своих близких. Кстати, напоминаю, что все выпуски программы вы можете увидеть на сайте телеканала Губерния.